Матч второй группы финального турнира чемпионата Европы 92 года ФРГ СНГ Состав сборной ФРГ Ильгнер, Ройтер, его заменил Клинсман на 64-й минуте Коллер, Бреми, Бинц, Бухвальд, Эйфенберг, Хёслер, Дольф, Фёллер, его заменил Мёллер на 46-й минуте Ридли Голы, Добровольский, 64-я минута с пенальти Хёслер, 89-я минута Некоторые болельщики от нашей сборной на этом чемпионате Европы ждали многого Все-таки многие игроки этой команды имели за плечами опыт побед на Олимпийских играх в Сеуле и удачные игры на чемпионате Европы 88-го года Однако многие относились к перспективам нашей команды скептически Не было уже сборной СССР, не было ни страны с таким названием, ни флага, ни гимна Так что политические потрясения не могли не сказаться на футболе, как бы то ни было Но чемпионат Европы 92-го года, проходящий в Швеции, остался в истории как самый странный и противоречивый из всех В которых играла наша сборная В одну группу с ней попали сборные Голландии, ФРГ и Шотландии В первом матче сборной СНГ противостояли немцы В начале матча преимуществом владели в основном наши соперники Однако подопечные Анатолия Бышевца вскоре справились со стартовым волнением Поскольку для обеих команд это был стартовый матч турнира И немцы, и наши осторожничали Стараясь не допускать соперника близко к своим воротам Об атаке думая в последнюю очередь В результате первый тайм так ничем и не запомнился Не стоит забывать, что сборная ФРГ тогда носила титул чемпионов мира И в ее составе играли такие звезды, как Ройтер, Коллер, Клинцман, Феллер, Мюллер и Бухвальд Так что вполне понятно, что игроки сборной СНГ немного стушевались, часто нарушали правила Однако к середине второго тайма наши футболисты стали действовать смелее Пошла игра в пас и выяснилось, что хваленные немцы испытывают сложности при игре на высоких скоростях Довольно странно судил матч француз Бигель Его решения были зачастую непонятными и непоследовательными Впрочем, ошибался арбитр в обе стороны Так что речи о предвзятости быть не может Спасибо! 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 Играет музыка. В этом эпизоде в штрафную площадь упал Алексей Михайличенко, однако похоже, что в данном случае судья прав нарушения правил не было. На повторе видно, как картинно падал Михайличенко. Немцы ответили острой контратакой, вывели на удар невысокого Хёслера, но мяч после его мощного удара полетел выше ворот. Субтитры создавал DimaTorzok На 63-й минуте матча наши наконец добились своего. Андрей Кончельский, пожалуй, один из лучших игроков того состава, совершил свой фирменный рейд по правому флангу. И после его навеса Игорь Добровольский был сбит с штрафной площадки. Это бесспорные пенальти. Немцы попытались оспорить решение судьи, но безрезультатно. Повтор доказывает правильность решения арбитера Штефан Ройтер. Просто по регбийному свалил Добровольского, а судья всё чётко видел. Пенальти взялся исполнять сам пострадавший, самый техничный и талантливый полузащитник нашего футбола начала 90-х Игорь Добровольский. Напряжение было немалое. Ведь забить чемпионом мира, пусть и с пенальти, не самое простое дело. Но у Добровольского нервы не дрогнули, и он исполнил удар мастерски 1-0. Да, шансов у воротаря немецкой сборной не было. Назревала сенсация. В душах болельщиков затеплилась надежда. Вряд ли кто-то мог предположить, что это последний гол сборной СНГ на турнире. Немцы бросились отыгрываться и получили право на штрафной в 20 метрах от ворот. Удар взялся исполнить мастер стандартных положений Томас Кёслер. Но его удару чуть-чуть не хватило в точности. Казалось, наши футболисты удержат победный счёт, ведь до конца матча оставались считанные минуты. Но за минуту до финального свиста немцы вновь получили право на штрафной. Почти с той же точки. На сей раз Кёслер сделал своё дело великолепно, послав мяч прямо в девятку. 1-1. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok